Можно ли принимать у себя дома и ходить в гости к блудникам и прелюбодеям? Ох, какой непростой этот вопрос! С точки зрения церкви, на первый взгляд, вопрос однозначен – нельзя, ну, это действительно так, нельзя ни принимать у себя в гостях, ни ходить в гости к явным блудникам и прелюбодеям. И здесь вот именно в этом слове явным, открытым и зарыта собака. То есть, простите уже за такое образное выражение. Церковь относится к этой теме примерно так, как наше государство относится к пропаганде гомосексуалину среди несовершеннолетних. Никто не запрещает в нашем государстве людям делать какой-то выбор. Но открыто проповедовать себя лицом нетрадиционной ориентации государство, по сути дела, не разрешает. И вводится соответствующее ограничение. Открытые гомосексуалисты, например, не имеют права в нашей стране заниматься педагогической деятельностью, занимать какие-то посты и так далее. Церковь примерно так же, подчёркиваю, по внешнему поведению относится к блуду вообще, в самом широком смысле этого слова. К любым сексуальным отношениям вне брака. Подчёркиваю, речь идёт о поведении. Здесь есть важная грань между отношением государства и отношением церкви. Государство не может, не должно и, слава богу, в наше время не лезет в душу и в постель к человеку. Государство не интересует, чем ты там сам с собой, своим соседом, соседкой или ещё чем-то занимаешься. Хотя риторика государственная сейчас. Мы говорим о традиционных ценностях, много о каких важных других полезных вещах. Но никто не осудит вас ни в тюрьму, ни ещё куда-то, если ты изменяешь своей жене, например. Хотя жена может подать на развод и, как следствие, на алименты. Но государство не вмешивается в твою душу. Церковь приходит по нашу душу. И поэтому церковь осуждает как нетрадиционные отношения, так и любые интимные отношения, любые сексуальные отношения вне брака. И когда вы придёте на исповедь и скажете, я, например, изменяю своей жене, священник может не допустить вас, точнее он даже обязан в этой ситуации, не допустить вас до святого причащения. Запретить вам приступать к чаше, поскольку это грех и каноническое преступление, наказанием за которое является, в частности, отлучение от причастия. Но при этом он не будет, естественно, хранять тайну исповеди, никому об этом рассказывать. Если вы, подчёркиваю, не являетесь явным для всех изменщиком своей жене, например, прелюбодеем или блудником, живущим с кем-то вне брака, то никаким образом на вас и на отношении к вам, других членов церкви, это не скажется. То есть вы можете приходить в гости даже к тому же священнику, возможно. И он, уже не связанный с ситуацией исповеди, будет принимать решение в зависимости от отношения с вами, принимать вас у себя дома или нет. Ситуация меняется, когда вы из тайного блудника или прелюбодея превращаетесь в явного. То есть, например, ситуация такая, что, допустим, женщина уходит от мужа и начинает жить с кем-то ещё. Вот в этой ситуации люди живут в явном грехе, который виден для всех окружающих. И вообще-то в этой ситуации другие члены христианской общины, члены данного прихода, члены церкви, не должны принимать у себя дома или ходить в гости к таким блудникам или прелюбодеям. То, что касается родных и близких, то, что касается родственников. Нет какого-то единого правила, которое необходимо было бы соблюдать, я могу только поделиться своими соображениями на этот счёт. Если кто-то из ваших близких, это может быть кто угодно, ваш отец или мать, брат, сват, сын, дочь, внук, попадают в подобную ситуацию, то есть оказываются явными блудниками и прелюбодеями, это не значит, что вы должны полностью отказаться от общения с ними. Это не значит, что вы не можете прийти или пригласить к себе в гости вашего сына, внука или отца. Но я бы советовал в этой ситуации не приглашать его в гости, не принимать и не ходить в гости в том месте и в той ситуации, вместе с тем человеком, с которым он находится в тех самых блудных отношениях. То есть я бы не принимал у себя дома своего внука, своего сына или своего брата или своего отца вместе с его любовницей, с которой он изменяет. Своей законной, например, жене или если он там не был женат, если это не прелюбодеяние, а просто блуд. Я знаю, что многие прихожане сталкиваются с этой ситуацией, например, в жизни своих детей, когда, например, дочка заявляет, а мы вот с моим молодым человеком теперь живем вместе, можно он будет жить у нас, или можно мы приедем к вам на дачу, переночуем. Я бы посоветовал не принимать в своем доме и не ходить в гости туда, где явным образом они находятся вместе, потому что это, я бы так сказал, легитимизирует их статус в ваших глазах. Это значит, что вы принимаете их сожительство и не считаете, что в этом есть что-то неправильное или что-то страшное. Хотя я бы очень все-таки рекомендовал самого человека этого, вашего близкого друга, знакомого, брата, свата, родственника, самого по себе не отторгать от себя и понимать, что да, человек находится в грехе, но он человек, он образ Божий, он ваш близкий, возможно, он нуждается в вашем общении. Но не нужно делать вид, что ничего не происходит, и вам все равно, с кем он живет. При этом, конечно, вряд ли вы имеете право. Есть ситуации, когда имеете, а в большинстве случаев не имеете права учить его жизни, читать ему нотации, выносить ему мозг, объяснять ему, насколько он неправ. Но отношение ваше он должен знать и понимать. И если это нужно, то следует это в свое отношение пояснить, рассказав и объяснив, почему вы вот таким образом поступаете. Субтитры создавал DimaTorzok